Добрый день! Мы продолжаем изучать большие мастер-морфиксы и сегодня у нас модель 5х5. Ссылки на обучающее видео по 2х2, 3х3 и 4х4 можно найти в описании. Там же впоследствии окажутся и модели 6х6, 7х7 и 8х8. Для того, чтобы собирать мастер-морфикс 5х5, я настоятельно рекомендую освоить сначала обычный мастер-морфикс и кубик 5х5. Если вы уже владеете двумя этими головоломками, то трудностей у вас не возникнет. Так как это аналог кубика 5х5, то по строению здесь все очень схоже. Центры хоть и двухцветные, но будут состоять из 9 элементов. Ребра одноцветные из 3 элементов, но углы такие же, как и у версии 3х3. 4 трехцветных, 4 одноцветных, но одноцветные становятся все меньше и меньше. Понятно же, что этапы сборки будут такие же, как на кубике 5х5. Изначально мы соберем центры, потом ребра, а потом будет этап 3х3. Но не кубика, а мастер-морфикса, который я подробно объяснять не буду, покажу лишь пример сборки. Мастер-морфикс 5х5 вращается очень хорошо и собирать его приятно. Несмотря на то, что свою форму при перемешивании он теряет. На первом этапе мы будем собирать центры, и это самый сложный и самый интересный этап. На кубике 5х5 сначала мы собираем один центр. Можно начинать с любого цвета, но для определенности я начну с белого. Собираем интуитивно полоску из трех элементов, центральную. После чего собираем две других полоски. Сначала одну, ставим рядом с первой. И потом собираем вторую. Этап интуитивный. Выполняется просто. Для тех, кто умеет собирать кубик 5х5, никакой сложности не составит. В мастер-морфиксе можно тоже начинать с любого цвета. Но для определенности мы будем начинать с синий-красного центра. Как это делалось в 4х4? Я специально придерживаюсь единой последовательности сборки центров во всех мастер-морфиксах. Так как в четных за ней надо следить, в нечетных не обязательно. Но чтобы всегда помнить нужный порядок, я и на нечетных моделях его придерживаюсь. Начинаем с синий-красного центра. Цвет синий и красный. Сначала собираем среднюю полоску. В отличие от мастер-морфика 4х4, здесь элементы не одинаковые. По аналогии с кубиком 5х5 будем называть вот эти центры, которые составляют как бы крестик, Т-центрами, а угловые центры – Х-центрами. Форма головоломки не кубическая, поэтому Т-центры одного цвета бывают двух видов. К примеру, сейчас вот этот красный Т-центр мы попробуем подвести к красной стороне центрального элемента. Для этого отведем его вниз, подвернем, к примеру, вот этой красной стороной и вернем наш Т-центр. Видно, что по форме этот элемент не подошел к центральному. Если не подошел с этой стороны, значит подойдет с другой. Для этого просто отводим центр опять же вниз, поворачиваем верхний слой и возвращаем. Теперь все гладко по форме подходит. Здесь, как и в мастер-морфиксе 3х3, работает правило «не подошло с одной стороны, подойдет с другой». Но там мы чаще разворачивали ребро креста, здесь же мы просто поворачиваем центр. Теперь нам нужно собрать элемент, который напротив, чтобы получилась полоска. Если здесь мы взяли красный, значит с этой стороны будет синий, так как центр красно-синий. Для удобства повернем нужным слотом справа и ищем синий Т-центр. Вот, к примеру, такой. Поднимаем, проверяем, по форме не совпал. Видим, выступает элемент, значит вот этот элемент нам не подойдет. Мы можем, конечно, его поставить вот сюда, но смысла от этого пока нет. Нужно собрать центральную полоску. А значит, вместо этого синего Т-центра мы должны найти какой-то другой. Ищем где-нибудь еще синий Т-центр. Вот какой-то есть. Поворачиваем его в правую сторону. И подводим к нашей полоске. Все подошло. Если бы не подошел и этот элемент, он может быть точно таким же, как этот, то пришлось бы искать на боковых гранях. К примеру, вот отсюда можно было подвинуть и пробовать этот элемент ставить на это место. На первых четырех центрах мы всегда будем сначала собирать центральную полоску. Можно, конечно, собирать и другими способами, но этот мне кажется наиболее простым. Располагаем собранную полоску вертикально. Теперь нам нужно собрать две крайних полоски. Каждая из них будет включать двухцветный Х-центр. А значит, сначала нужно найти синий-красный Х-центр. Х-центр Х значит угловой. Синий-красный. К примеру, вот один. Можно, конечно, запоминать расположение вот этой полоски, но проще попытаться сначала установить этот угловой Х-центр на свое место и убедиться, что именно в такой ориентации он должен находиться. Сейчас мы видим, что синий цвет здесь совпадает. И нужно продолжать красным. Но также мы могли бы его поместить на собираемый Центр в таком виде. Здесь хоть красный цвет и совпадает, но рисунок Центра будет нарушен. То же самое получится, если мы попытаемся разместить его, к примеру, здесь. Здесь не совпадает ни рисунок, ни цвет, ничего. Ну и четвертая возможность ситуации, если он попадет нас вот сюда. Старайтесь этот момент просчитывать, либо физически загонять элемент на место временно, смотреть, правильно он стоит или неправильно, после чего собирать целиком полоску. Такое положение нам не подойдет, поэтому возвращаем в самое первое. Вот такое. И понимаем, что сюда нужно добрать два красных элемента. Один Т-центр, другой Х-центр. Отводим наш Х-центр на соседнюю грань. И вот с этой стороны к нему добавляем красные элементы. При поиске стараемся не разрушить уже собранную полоску. Можно перехватить мастер-марфикс таким образом, чтобы собранная полоска оказалась слева. Давайте для начала найдем красный Т-центр. Вот есть один. Подводим. Видим, что по форме сразу совпадает. Если Т-центры, даже одного цвета бывают двух видов, то Х-центры одного цвета всегда одинаковые, как на мастер-марфиксе 4х4. Поэтому, если нам нужен красный Х-центр, одноцветный, мы берем первый попавшийся, так как их на головоломке несколько. К примеру, вот красный Х-центр. Можем отвести его куда-нибудь вниз. Здесь подвернуть удобно. И поднять. Ну, как на кубике 5х5. Вот получилась полоска. Отправляем эту полоску к Центральной. Проверяем, что рисунок совпадает. Сейчас мы собирали сине-красную полоску. Напомню, что в модели 4х4 для удобства я придумал обозначение. Маленький цвет я называю первым, а большой цвет вторым. Сине-красная полоска. Если первая полоска была синя-красная, то вторая будет красно-синяя. И Х-центр можно уже не примерять. Здесь сине-красное. Ищем еще один Х-центр с такими же цветами. Здесь нет. Находим его вот здесь. Ну, неудобное расположение. Собираемые полоски у нас на противоположной грани. Поэтому для начала я предлагаю отсюда перенести на соседнюю грань. Выводим на соседнюю грань. Отводим в сторону. И возвращаем первое движение. Теперь размещаем собранные две полоски сбоку. И собираем здесь оставшиеся элементы. Предыдущая боковая полоска была сине-красная. Маленький цвет синий, большой цвет красный. Значит, это будет красно-синяя. И мы сразу собираем здесь синие элементы. К примеру, мы видим вот здесь два синих элемента, которые уже красиво стоят. Можем их подвести к этому Х-центру. Отведем его вниз. Повернем верхнюю грань. И вернем обратно. Видим, собралась красивая полоска. Так бывает часто. Теперь эту полоску ставим к нашему центру. Первый центр из девяти элементов собран. Этап полностью интуитивный. Собирать можно любым другим способом. Главное, чтобы собрались девять элементов и расцветка была правильной. На кубике 5х5 после сборки первого центра мы всегда собираем противоположный. Здесь надо помнить, что движения не должны разрушить уже собранные элементы. А значит, нужно делать движения с возвратом. Для начала попробуем собрать желтую полоску. Здесь не хватает одного элемента. Вот такого Т-центра. Поднимем, повернем верхнюю грань и отменим первое движение. Белый центр цел. Полоска собралась. Далее на боковых гранях нужно собрать еще желтую полоску. Расположим белый и желтый по краям и интуитивно соберем еще одну полоску. Желтая полоска. Теперь нужно ее отправить наверх. Разворачиваем вертикально центральную. Поднимаем эту полоску. Разворачиваем вверх на 180 градусов. Отменяем первое движение. Возвратное движение мы делаем для того, чтобы не разрушить белый центр. Также собираем третью. Два элемента. И вот третий. Для того, чтобы третью полоску поместить к желтому центру, мы вот эту полоску должны поставить на место существующей. Поднимаем, выбивая полоску. Разворачиваем на 180 и возвращаем первое движение. Желтый центр собран. Белый тоже. В некоторых случаях у нас уже есть элементы на желтой грани, которые должны быть частью полоски. Тогда можно либо извлечь оттуда эти элементы. К примеру, на чистую грань можно опустить элемент, повернуть и отменить первое движение. Тогда здесь все освободится и все элементы будут на боковых гранях. Либо движение можно оптимизировать и, к примеру, опустить вот этот элемент. Заметь, что здесь собралась полоска. Повернуть ее вертикально и поднять наверх. Много различных способов сборки. Главное делать возвратные движения, чтобы не разрушить противоположный центр. В Master Morphix будет неудобно выбивать этой полоской существующую. Поэтому покажу еще альтернативный способ, как можно поместить новую полоску к нужному центру. Для этого мы опускаем место, где должна стоять эта полоска. Вращаем переднюю грань дважды и отменяем первый ход. При таких движениях центральная полоска не разворачивается, так как мы верхнюю грань на 180 градусов не вращаем. А на Master Morphix ориентация этой полоски важна. Если мы начали с синий-красного центра, то противоположно будет зелено-желтый. На нечетных моделях центры зафиксированы, поэтому перепутать сложно. Для начала соберем центральную полоску. Нам нужны для этого либо зеленые, либо желтые Т-центры. Один здесь есть, но он стоит у зеленой стороны. Ну и есть еще несколько зеленых и один желтый на передней грани. Можно использовать этот элемент, можно поднимать эти, как удобнее. Давайте для начала попробуем вот этот зеленый элемент поставить с зеленой стороны. Повернем верхнюю грань таким образом, чтобы справа была зеленая сторона двухцветного центра. Поднимаем. Смотрим. По форме совпадает. Значит, это нужный элемент. Отводим в сторону и отменяем первое движение, чтобы первый центр не разрушился. Смотрим. Зеленый стоит хорошо. Значит, сюда нужно поставить желтый. Как и в мастер-морфиксе 3х3, легко понимать, что если элемент не подходит по форме, то поворот вот этого центрального элемента на 90 градусов решит проблему. А если по форме подходил бы, то поворот нужно совершить на 180 градусов. К примеру, вот этот желтый Т-центр по форме к зелено-желтому центральному элементу не подходит. Поэтому сразу известно, что если этот Т-центр переместить вот сюда, то есть повернуть на 90 градусов, то все будет хорошо. А если к этой стороне, то он опять же подходить не будет. Давайте проверим. Опустим Т-центр на себя, повернем верхнюю грань на 90 градусов и вернем Т-центр на место. Сразу видим, что по форме совпадает. А значит предположение было верное. Рассмотрим другой пример. Зелено-желтый центральный элемент с одной стороны к нему примыкает желтый Т-центр, не совпадающий по форме, с другой совпадающий. Так как этот желтый Т-центр совпадает по форме, то нужно центр развернуть на 180 градусов, чтобы Т-центр встал с этой стороны. Для этого опустим, развернем на 180 и поднимем. Проверяем. Все совпадает. Можно делать это методом подбора, а можно максимально использовать те элементы, которые уже есть в этой области. Выбирайте, как вам удобнее. Центральная полоска собрана, поэтому ищем зелено-желтые X-центры, к примеру, вот такой уже стоит на месте, и к нему добавляем оставшиеся элементы, чтобы собрать боковые полоски. Ну, мы видим, что вот этот уже стоит хорошо, и ему не хватает только среднего вот этого элемента. По-хорошему можно брать эту полоску на переднюю грань и уже здесь поискать недостающий элемент. Располагаем собираемый центр справа. Слева у нас окажется синий-красный. И вот в эту полоску нужно добавить зеленый Т-центр. Смотрим, на соседней грани какой-то есть. Движением среднего слоя подводим. Смотрим, по форме все совпало. Значит, хорошо. Можно отправлять эту полоску на свое место. Здесь уже нужно быть повнимательней. Желтый снизу, зеленый цвет сверху. Значит, эту полоску разворачиваем, чтобы было так же. Желтый снизу, зеленый сверху. Поднимаем. Все совпадает. Разворачиваем на 180 градусов верхнюю грань и отменяем первый ход. Видим, две полоски собрались. Проверяем, сине-красный на месте. Остается собрать еще одну боковую полоску. Если это была желто-зеленая, то третья будет зелено-желтая. Опять, помещаем собираемый центр справа, сине-красный слева, и ищем двухцветный зелено-желтый элемент. Вот мы нашли. Вспоминаем опять. Эта полоска желто-зеленая. Значит, это будет зелено-желтая. Значит, с желтой стороны нужно добавить элементов. Ищем элементы. Находим вот здесь несколько. Пробуем совместить. Оказывается, что по форме Т-центр не подходит к X-центру. Значит, нужно искать другой. Вот другой. Он тоже не подходит. Можно заранее понимать, подойдет Т-центр к X-центру или нет. Если посмотреть на уже собранный центр, то можно увидеть, что максимальная выпуклость всех элементов приходится как раз на стык цветов. А значит, вот эти двухцветные элементы самые высокие. Отсюда следует, что Т-центр должен подходить к X-центру более высокой стороной. У любого Т-центра одна сторона выше, другая ниже. К примеру, вот этот синий. Левая сторона выше, правая ниже. А если посмотреть на этот, то левая ниже, правая выше. А это значит, если у нас X-центр, которым нужно добавить элементы справа, Т-центр нужно искать, который выше слева. Ну и наоборот. Опять же, это можно просчитывать, но если не хочется, можно делать интуитивно методом подбора. Здесь нужен Т-центр, у которого левая часть чуть повыше. И мы как раз такой находим вот здесь, под нашим элементом. Давайте их отделим друг от друга. так. Вот сюда нужно его подвести. Вот наш элемент. Левая часть чуть выше. Подводим и форма уже совпадает. Это хорошо. Но одноцветные X-центры все одинаковые, поэтому можно ставить первый попавшийся. К примеру, вот этот. Опять отведем его на соседнюю грань. и получим полоску. Теперь эту полоску нужно грамотно отправить на свое место. В обычном кубике 5х5 мы бы как поступили? Вот две собранных полоски. Мы бы это подняли, развернули на 180 верхний слой и отменили первое движение. Вроде бы все на местах, даже совпадает форма, но цвета не очень. Если вы совершили подобную ошибку, то из этой ситуации легко выйти. Просто отводим центральную полоску на соседнюю грань, разворачиваем верхнюю грань на 180 и возвращаем полоску. И все получается. Но лучше, конечно, такой ошибки не совершать. Если вам нужно третью полоску добавить добавить собираемый центр, для этого место, где должна стоять новая полоска, мы опускаем на переднюю грань, переднюю грань разворачиваем на 180 градусов и полоску поднимаем наверх. Все красиво, второй центр собран. На кубике 5х5 после сборки первых двух центров собираю третий. И третий центр собирается точно так же, как белые, даже проще, так как оставшиеся элементы расположены на четырех гранях. На боковых уже все собрано и там нужных элементов не будет. Давайте соберем синий, можно собирать любой, но для определенности пусть будет синий. Так, опять же, собираем центральную полоску и две боковых. Здесь возвратные движения не обязательны, так как остальные центры не собраны. То есть полностью собирается как белый. На мастер морфиксе 4х4 я привык располагать зелено-желтый центр слева, синий-красный справа и собирать синий-зеленый. Можно собирать любую, но опять же, мне так удобней. Думаю, если вы собирать будете также четные модели, вам этот прием тоже поможет. Собираем центральную полоску. Здесь пока ни один элемент не подходит. Вот здесь какой-то зеленый есть, подошел. Теперь смотрим. Вот этот синий по форме не подходит. Можно, конечно, поискать какой-то другой, но я обычно использую максимально те элементы, которые уже есть рядом. Мы видим, что раз он не подходит по форме, то поворот центра на 90 градусов исправит проблему. Отводим синий Т-центр на переднюю грань, поворачиваем верхнюю на 90 градусов и возвращаем. Теперь все по форме подходит. Располагаем полоску вертикально, чтобы ее не разрушить. И собираем две боковых. Для этого находим двухцветные X-центры синий и зеленый. Подведем вот так все красиво. Значит, в эту сторону нужно собрать два синих элемента. Отводим опять на соседнюю грань и с этой стороны будем подбирать синие элементы. Здесь синих нет, здесь какой-то есть. Мы видим, что вот этот возвращается вправо и наш X-центр как раз справа. Давайте их объединим, чтобы убедиться, что они по форме совпадают. Сюда остается добавить одноцветный синий элемент. Можно взять любой. Давайте поищем. Вот есть. Объединяем. Полоска собрана. Ставим вертикально. и объединяем с центральной. Здесь была зелено-синяя полоска. Значит, это будет сине-зеленая. Находим X-центр с двумя цветами. Вот он. И у него уже один элемент подошел. Остается одноцветный зеленый. Возьмем, к примеру, вот этот. Объединяем в полоску. Ставим вертикально и собираем все три полоски на одной грани. Синий-зеленый центр собран. Он собирается так же, как первый. Возвратные движения необязательны. Главное, не разрушить уже собранные полоски. Для этого их достаточно поставить вертикально. После сборки третьего центра на кубике 5х5 собирается четвертый таким же способом, как и желтый. То есть с возвратными движениями. Я буду показывать методом полос, но можно делать и любым другим способом. Собираем центральную полоску. Собралась еще одна. Ставим наверх, выбивая максимально лишние элементы и собираем здесь еще полоску. К примеру, вот таким способом. эту полоску также отправляем наверх. Получаем 4 собранных центра. Опять же, по традиции собираем следующим синий желтый центр. Можно собрать и другой зелено-красный, но этот центр должен быть рядом с третьим. То есть у нас зелено-желтый слева, синий-красный справа, и рядом с этим мы собираем еще один центр. Я буду собирать синий-желтый и он собирается так же, зелено-желтый, то есть с возвратными движениями. Один элемент стоит уже хорошо. Мы видим, вот этот желтый по форме совпадает, значит, если мы его переставим вот сюда, он по форме совпадать не будет, а значит, нужно искать другой. Другой есть поблизости, ставим его справа и пробуем подводить к нашей полоске. Поднимаем, проверяем по форме совпало. Если бы не совпало, искали бы другую, а сейчас ставим полоску вертикально и отменяем первое движение. Здесь на удачу оказывается уже синий-желтый элемент. Давайте будем использовать какой-нибудь другой. К примеру, вот этот. Вот у нас стоит одинокий синий-желтый x-центр. Для начала его примерим к нашей центральной полоске. Подводим поближе, видим, что так стоит нехорошо. Надо как-то развернуть. Возвращаем где был, меняем его положение, пробуем примерить еще раз. Так, здесь подходит хорошо. Значит, с этой стороны нужно добавить синие элементы. Возвращаем на место. Здесь собираем желто-синюю полоску. Синий-то центр должен возвышаться слева. Ищем такой. Такого не видно. Но видим он здесь. Сбираем его с этой грани. Для этого опускаем на переднюю грань. Переднюю грань поворачиваем. Отменяем первое движение. Теперь рядом с этим Т-центром поставим наш двухцветный Х-центр. Можно, конечно, и этот отправить сюда. Но удобнее, чтобы полосочка приближалась к собираемому центру, а не удалялась. Поднимем. По форме все совпало. Отведем в сторону и отменим первое движение. Два элемента есть. Нужен еще одноцветный синий элемент. Находим такой здесь. И тут как раз удобно будет собрать полоску. Опускаем. Отводим в сторону. Возвращаем. Можно было бы, конечно, полоску забрать, но с этой стороны она бы не подошла. так как должна стоять слева. Мы уже примеряли. Поднимаем, разворачиваем вверх на 180 градусов, опускаем. Третья полоска уже почти собралась. Это была желто-синяя. Это должна быть синяя-желтая. Здесь не хватает только желтого элемента. находим на соседней грани, добавляем к полоске, отводим полоску в сторону и отменяем первое движение. Проверяем. Тут все цело, ничего не нарушилось. Остается переместить вот эту полоску к своему центру. Помним, что нужно опустить место, после чего вставить туда полоску. Если мы место опустим, то наша полоска убежит вниз. Поэтому предварительно эту полоску отодвинем и развернем переднюю грань. Опускаем место, вставляем туда полоску и возвращаем. Четвертый центр собран. На кубики пятый и шестой центр собираются одновременно. Можно для этого использовать разные способы, абсолютно любые, но на мастер морфиксе так сделать не получится. Процесс будет более сложный. Остаются желто-красный и красно-зеленые центры. Учитывая двухцветность элементов, так лихо, как на кубике пятна пять, здесь собрать не получится. Мы будем по отдельности собирать сначала Т-центры, потом Х-центры. Т-центры собирается интуитивно. Мы видим, что один Т-центр красный стоит хорошо. Вот этот по форме совпадает, а по цвету нет. А значит, если мы повернем центр на 180 градусов, то он и по цвету, и по форме совпадет с этой стороной. Отведем этот Т-центр на заднюю грань. Развернем на 180 градусов верхнюю и вернем на место. Видим, все совпало. Здесь важно отводить именно на заднюю грань, так как если мы будем отводить на переднюю, то у нас собранные элементы от сине-желтого центра будут разрушаться. Два элемента собраны. Располагаем их где-нибудь слева и осталось собрать еще два. Здесь нужны желтые Т-центры. Поищем на переднем. Вот желтый элемент. Пробуем. Поднимаем по форме совпал. Поворачиваем верхнюю грань, так чтобы справа оказался неправильный Т-центр и отменяем первое движение. Здесь уже правильных три элемента. Это хорошо. Четвертый собирать пока не будем. Попробуем собрать что-то на зелено-красном центре. Смотрим. Здесь вот этот красный элемент по форме не совпадает. Остальное и по цвету не совпадает. За счет вот этой несобранной полоски будем расставлять вот эти элементы по местам. Вот этот центр по форме не совпадает с центральным элементом. А значит если повернуть центр на 90 градусов то по форме будет совпадать. А заодно здесь будет красный цвет. Давайте попробуем. Если мы собираем передний центр то отводить лучше вниз чтобы опускалась как раз вот эта несобранная полоска. Поворачиваем на 90 градусов и отменяем первое движение. Смотрим здесь все совпало и по цвету и по форме. Здесь пока нет. Здесь тоже. И здесь не совпало. Но пока не важно. Один элемент есть. Давайте собирать следующий. Вот этот по форме не подходит. поворот на 90 градусов опять же не решит проблему. Так как здесь тоже будет зеленый. Отводим полоску на себя. Поворачиваем на 90 градусов зеленой стороной. Отменяем. Второй Т-центр собрался. Уже есть центральная полоска. Хорошо. Движемся дальше. Здесь остался желтый и красный элементы. Ставим полоску собранную вертикально. Смотрим здесь зеленый. Если осталось три не собранных Т-центра то обменять элементы нам придется всего лишь один раз. Для этого мы должны вот этот элемент поставить сразу на свое место. Ну очевидно с зеленой стороны. Ставим. Потом сюда подвернуть не собранный Т-центр. Он может находиться где угодно. В данном случае он располагается на противоположной стороне. Поэтому разворачиваем на 180 градусов. Отменяем первое движение. И у нас тут готов крест и здесь готов крест. Т-центры собраны. Это интуитивный этап, поэтому дополнительный пример сборки явно не повредит. Общий смысл этих трехходовых перестановок. Мы берем какой-то элемент с одной грани, ставим его на свое место, на другой, заменяем на какой-то неправильный элемент и отменяем первое движение. Делаем три хода. Если мы собираем Т-центры на верхней грани, мы делаем РВ, далее либо У, либо У-штрих, либо У-2, после чего делаем РВ-штрих. Если мы собираем элементы на передней грани, то сначала делаем РВ-штрих, после чего Ф, Ф-штрих или Ф-2 и отменяем первое движение РВ. Принцип сборки очень прост. Давайте попробуем. Сейчас здесь нет ни одного правильного Т-центра. Возьмем, к примеру, вот этот желтый. Он должен подойти либо с этой стороны, либо с этой к верхнему центру. Давайте попробуем сначала одну желтую сторону. Вот сюда. Подводим. По форме совпадает. Теперь вот этот Т-центр правильный, его заменяем на любой неправильный. Тут красно-желтый не совпадают. И отменяем первый ход. Первый этот центр есть. Смотрим дальше. Здесь должен еще один желтый стоять. Очевидно он здесь. Так как альтернатив нет, этот желтый должен быть здесь. Поднимаем его, заменяем на любой несобранный. оба этих элемента по форме не подходят. И отменяем первое движение. Уже два Т-центра готовы. То есть максимум три применения вам помогут собрать три Т-центра на верхнем слое. А часто они самопроизвольно уже оказываются на своих местах. Теперь осталось какой-нибудь красный поставить либо с этой стороны либо с этой. Мы можем этот элемент переставить вот сюда, так как он по форме не подходит и поворот центра на 90 градусов нам поможет. Но можем взять и отсюда. Вот какой-то красный элемент. Поднимаем, смотрим, по форме не подходит. Опускаем обратно. Если с этой стороны не подошел, значит подойдет с этой. Поворачиваем центр на 90 градусов другой стороной. Еще раз поднимаем, проверяем подходит, подворачиваем сюда не собранное ребро и возвращаем. Получилось так, что собрались все четыре центра. Это было необязательно. Одним все равно придется пожертвовать. И жертвовать будем мы правым, так как через этот слот будем собирать все остальные элементы. Переходим на переднюю грань. Здесь опять же ни одного элемента хорошего нет. Сейчас рассматриваем только Т-центры. Этот красный элемент также может подходить к зелено-красному центру, так как цвета повторяются. Пробуем его ставить вот сюда. Подводим. Цвет совпал. Заменяем его на какой-нибудь кривой центр, к примеру вот этот, и отменяем движение. Один центр есть. Сверху опять все красиво, эти центры были видимо одинаковые. Продолжаем. Так как этот элемент подходит к этому кресту, понятно, что здесь ему уже не место. Поэтому для начала сделаем какую-то фиктивную перестановку. К примеру, давайте его специально поставим с зеленой стороны. Ставим, заменяем на какой-нибудь зеленый элемент и возвращаем. И продолжаем те же движения. Этот зеленый должен с зеленой стороны здесь находиться. Пробуем с этой стороны. Подогнали. Совпадает по форме. Подворачиваем несобранный. Отправляем вверх. Смотрим, что у нас получилось. Вот этот элемент совпадает, этот совпадает, этот по цвету не совпадает, а этот не совпадает по форме. Остается у нас три неправильных Т-центра. Тут три собрано, зеленый не на месте. Тут вот эти два. Если три Т-центра нужно переставить, это очень простая ситуация. Зеленый очевидно должен быть с зеленой стороны. Располагаем зеленую сторону справа, ставим сюда зеленый, заменяем на несобранный и возвращаем первое движение. Опять Т-центры собрались. Многим бывает неочевидно, что делать, когда нужно переставить два неправильных Т-центра. Обычно перестановка задействует как раз три элемента. Это не паритет. Здесь есть одинаковые Т-центры, поэтому можно использовать перестановку двух неправильных и одного такого же, как один из этих. По принципу сборки мы должны элемент поставить на свое место. Вот у нас два неправильных. Один здесь, один здесь. Оба по форме не подходят. Давайте попробуем поднять. Здесь по форме все подошло. А значит мы вместо этого подворачиваем другой красный и отменяем первое движение. Все подходит. Все подходит. Кажется, что произошла перестановка двух элементов, но на самом деле мы переставили три Т-центра. Аналогичная ситуация, когда на одной грани все Т-центры уже на своих местах, а на другом два стоят неправильно. вот эти два красных по форме не совпадают. Поступаем точно так же. Берем красный Т-центр и ставим его вместо какого-то из несобранных. Так, чтобы он встал на свое место. Поднимаем. Здесь подошло. Подворачиваем вместо него неправильный Т-центр и отменяем первое движение. проверяем. Тут по форме подошло, тут подошло. А значит все хорошо. Любая ситуация при сборке Т-центров решается именно таким образом. Если нужно переставить три элемента, это классическая перестановка, выполняется в три движения. Если нужно переставить два элемента, мы просто используем такой же Т-центр и также проводим перестановку трех элементов тем же самым алгоритмом. Далее переходим к сборке Х-центров. Для этого нам потребуется алгоритм из кубика 3х3. Выполняется следующим образом. R U' L' U R' U' L' U Как можно заметить, появилась рыбка. А значит этим алгоритмом можно решать соответствующий OLL. Если мы посмотрим, что произошло на кубике 3х3, то увидим, что ребра остались на местах, а углы переместились. Этот алгоритм называют рыбкой переставляющей углы или лурной рыбкой из того, что используется движение L-U-R LUR. По сути этот рецикл, который переставил углы. Нам также потребуется зеркальный алгоритм, который выполняется для подобного OLL. Действия все те же самые, но начинаем с левой стороны. L' U R U' L U R' U' 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 Этот алгоритм также можно использовать в кубике 5х5 для подобной перестановки центров. Вот этот перейдет сюда, а этот как бы сюда. Но на самом деле этот центр переместится на это место этот на это а вот этот сюда. Но визуально будет казаться, что вот эти два поменялись местами. R-V U' L-V' U R-V' U' L-V U' Последнее движение можно не доделывать, но в трицикле оно есть. Ситуация решилась, но перестановка трех центров. Если мы делаем прямой алгоритм, то этот сюда, этот сюда, а этот сюда. Если зеркальный, то вот этот элемент перейдет сюда, этот сюда, а этот сюда. L-V' U R-V U' L-V U R-V' U' O' Оранжевый перешел сюда, зеленый сюда, а оранжевый отсюда перешел сюда. На обычном кубике мы на это не обращаем внимания, но на Master Morphix это важно. Посмотрим, как это работает на Master Morphix. T-центры у нас собраны, X-центры не собраны. Здесь ни один X-центр не стоит на своем месте. Используя трицикла, которые я показал, в принципе, можно дальше уже интуитивно все это собрать, но я покажу, как это сделать наиболее эффективно. Для начала нужно поставить на свои места два X-центра на верхней грани. Для этого смотрим. Вот здесь не хватает одноцветного желтого элемента. На верхней грани его нет, значит он на передней. Подворачиваем его в правый верхний угол. Этот элемент перейдет вот сюда. Отсюда зеленый перейдет вот сюда и на этом месте не должно быть правильного элемента, чтобы он не разрушился. Здесь стоит какой-то красный, если нам повезет, то вот этот зеленый сразу встанет на свое место, если нет, то просто заменит какой-то неправильный элемент. Нам главное, чтобы вот этот встал на свое место. Если один X-центр встал на свое место, то значит мы уже все делали не зря. Выполняем прямой алгоритм. R-V U' L-V' U' R-V' U' L-V' U' Желтый встал на свое место. Это хорошо. Нужно собрать какой-то еще. Либо этот, либо этот. Давайте присмотримся. Вот здесь уже есть какой-то желто-красный элемент. Чтобы понять откуда он, отсюда или отсюда, мы должны его как бы повернуть на это место. Здесь будет желтый сверху, красный снизу. Желтый сверху, красный снизу. Получается, что этот элемент отсюда. А значит, элемент, который должен стоять здесь, будет на передней грани. Вот он. Поворачиваем его в правое верхнее положение. И вот это место тоже располагаем в правом верхнем углу. Проверяем. Этот перейдет сюда, этот сюда, а этот сюда. Здесь сразу несколько элементов соберется. Это хорошо. Делаем прямой алгоритм. rv u' lv' u rv' u' lv' u Собралось два элемента, два несобранных. Здесь тоже какие-то элементы встали на свои места. Этого могло и не случиться, не так важно. Но если пара x-центров на своих местах, то это хорошо. Теперь мы меняем местами этот и этот центры. Для этого просто перехватываем мастер-морфикс. Мы сейчас верхнее собирали желто-красный, теперь ставим его спереди, а сверху оказывается зелено-красный. и теперь мы поворачиваем два несобранных в верхнее положение и уже вращать вот эту грань не будем. Менять их местами не станем. И дозаберем оставшиеся. Из этого положения мы можем отправить наверх либо этот элемент, либо этот. Но вот этот элемент он принадлежит передней грани, отправлять его наверх смысла нет. а вот зелено-красный наверху пригодится. Давайте посмотрим на каком месте. Красный сверху, зеленый снизу. Зеленый сверху, красный снизу. Не здесь. Значит этот элемент вот отсюда. Поворачиваем вот это место в это положение. Вот этот элемент у нас перейдет вот сюда. Если мы будем делать зеркальный алгоритм. Этот сюда, этот сюда, а этот сюда. Мы, конечно, могли бы повернуть переднюю грани вот так, здесь расположить таким образом, но тогда этот перешел бы на свое место, а вот этот на место уже собранного элемента и его бы нарушил. Ну, а желтый перешел бы сюда. То есть мы один элемент поставили бы на свое место, а другой разрушили. В этом смысла особого нет. Поэтому переднюю грань более не вращаем, располагая два несобранных x-центра сверху. Поэтому приходится применить либо обычный алгоритм, либо зеркальный. Можно их также называть правым и левым. Вот этот элемент должен перейти вот сюда. А значит это место мы подворачиваем сюда. Выполняем LV' U RV' U' LV' U RV' U' U' Элемент встал на свое место. Здесь на удивление тоже. В итоге у нас остался один неправильный x-центр на зелено-красной грани и один на желто-красный. Перестановка двух элементов. Это необычная ситуация. Она иногда возникает. Алгоритм представляет одновременно три элемента. Поэтому за одно применение здесь решить не получится. Если мы к примеру попробуем выполнить то вот этот элемент перейдет сюда. Красный перейдет на это место. А этот перейдет сюда. И в итоге у нас было два неправильных и останется два неправильных. Смыслов такой перестановки нет. Если бы в конце осталась необходимость переставить три элемента, то мы применили бы алгоритм либо правый, либо левый и все бы получилось. В этом случае зелено-красный элемент можно переставить сюда. Тогда желтый перейдет сюда. Желто-красный сюда. и все соберется. Если бы здесь был необходим желто-красный элемент, мы бы повернули таким образом. Этот элемент перешел бы сюда, этот сюда, а этот сюда. то есть одно применение либо правого, либо левого алгоритма полностью переставил бы оставшиеся элементы. Давайте сделаем rv u' lv' u rv' u' lv' u Все элементы по местам. Но что делать, когда осталось два неправильных элемента. Вот этот красный и вот этот желтый. Они могут быть в любых местах, могут быть по одному на каждой грани, могут быть два на одной грани, а вторая грань будет собрана. Это не важно. Главное, что мы можем сделать перестановку трех элементов, а здесь неправильных два. А значит при перестановке мы разрушим какой-то уже собранный элемент. Этого нам не нужно. А значит каким-то образом нам нужно сделать так, чтобы было три неправильных. Сделать это можно при помощи того же алгоритма. Либо правого, либо левого. Напомню, что на мастер морфиксе есть одинаковые элементы. Это как раз вот эти одноцветные x-центры. Посмотрим на вот этот красный x-центр. Точно такой же есть на этой грани. Если мы этот элемент поставим вот сюда, то на этом центре визуально ничего не поменяется. Но у нас произойдет перестановка трех элементов. Давайте посмотрим какая. Расположим в нужном порядке. Вот этот элемент перейдет сюда. Здесь визуально все так же. вот этот перейдет вот сюда, а этот сюда. И на этом центре останется два неправильных. А значит вместе с этим будет три. И заодно применение алгоритма все решится. Получается мы сложную ситуацию с перестановкой двух неправильных x-центров решаем заимствуя такой же x-центр с соседней грани. Не обязательно использовать именно неправильный элемент. Можно взять к примеру вот этот. Но если мы возьмем вот этот элемент, то этот перейдет сюда, этот сюда, а этот сюда. И получится, что здесь будет два неправильных, да еще этот неправильный, да еще вот этот. Их уже четыре. это решается, но перестановок придется сделать больше. Поэтому по возможности лучше использовать тот элемент, который надо переставлять. Это не всегда возможно, но если так есть, это лучше использовать. Выполняем алгоритм, ставя вот этот элемент на место точно такого же. rv u' lv' u rv' u' lv' u Что получаем два неправильных элемента. Располагаем их сверху. Здесь один. Здесь должен быть красный одноцветный. Он здесь. если он слева, то и это место располагаем слева. Выполняем левый алгоритм. lv' u rv u' lv' u' rv' u' 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 собрано. Так как это самый сложный этап сборки мастер-морфикса 5х5, я еще раз покажу пример полной сборки последних двух центров. Сначала собираем t-центры. Здесь ни одного центра на своем месте. Берем вот этот красный, поднимаем наверх, по форме совпадает. Заменяем на любой не собранный, отменяем первое движение. Первый готов. Здесь красный, поднимаем наверх, по форме не совпадает. Возвращаем. Выбираем здесь другой. Тоже красный оказался. Здесь он стоит по форме не совпадая, значит, можем использовать. Поднимаем наверх, по форме совпал, заменяем на зеленый, который здесь быть не должен, отменяем первое движение. два на месте. Осталось собрать третий Т-центр. Он должен быть желтый, так как обе стороны желтые. Один на желтых. Поднимаем, по форме не совпал. Возвращаем. Подворачиваем другой стороной. Поднимаем, по форме совпал. подворачиваем несобранный. Возвращаем. Три собрано. Один нет. Переходим на переднюю грань и собираем здесь Т-центры. Здесь у нас красный элемент. Попробуем поставить с красной стороны. Опускаем. По форме совпало. Заменяем на зеленый. Возвращаем. Первый есть. Здесь теперь зеленый. Подворачиваем зеленой стороной. Пробуем. По форме не совпало. Возвращаем. Подворачиваем другой зеленой стороной. Пробуем еще раз. По форме совпало. Заменяем на несобранный. Возвращаем. Здесь теперь красный. Красная несобранная сторона Осталась одна, подводим, опускаем, совпало, заменяем на желтый, возвращаем. Классическая ситуация, все сразу собралось. Переходим к X-центрам. Опять, ни один на месте не стоит, здесь тоже. Давайте по порядку. Здесь должен быть красно-желтый двухцветный X-центр. Вот этот, если сюда повернуть не подойдет, значит ищем его здесь. Располагаем справа сверху. Так, здесь место, вот его. Отсюда перейдет сюда, этот сюда, этот сюда. Делаем правый алгоритм. RV, U', LV', U. RV', U', LV', U. Так, первый готов. Сюда нужен красный. Есть у нас красный. Располагаем его здесь. Ну и место аналогично. Перемещаем этот, но этот перейдет сюда, этот сюда. Тот же самый. RV, U', LV', U. RV', U', LV', U. Видим, два их центра с одной стороны стоят по местам. Перехватываем мастер-морфикс, меняя центры местами. Теперь тот, что был верхний, становится спереди. То, что был передним, становится сверху. Два собранных располагаем снизу и начинаем собирать здесь. Теперь смотрим сначала на эти элементы и выбираем, куда их поставить. Вот этот красный должен стоять, очевидно, между двумя красными Т-центрами. Будем ставить его вот сюда. RV, U', LV', U. RV', U', LV', U. Один есть. Теперь вот этот зелено-красный нужно поставить либо сюда, либо сюда. Давайте примерим. Здесь встает некрасиво. Значит, другое место. Пробуем сюда. Здесь хорошо. И делаем алгоритм. RV, U', LV', U. RV', U', LV', U. Видим, что в конце осталось два неправильных элемента. Как раз в самый неудобный случай. И оба этих неправильных элемента двухцветные. А двухцветные у нас на соседних гранях точно такие же отсутствуют. Значит, нужно задействовать какие-то другие одноцветные. Не важно, на какой грани это сделать. Я буду делать, используя элемент с передней грани. Вот такой желтый одноцветный можно найти на соседнем зелено-желтом центре. Располагаем таким образом. И смотрим. Вот этот желтый нужно переставить так, чтобы вот этот перешел сюда. А значит, этот желтый расположим напротив. Если мы сделаем по-другому, то есть вот этот здесь и этот здесь, то этот элемент перейдет сюда, этот сюда разрушит, и этот сюда будет не на месте. И здесь будет три неправильных элемента, что сделает сборку длиннее. Нам этого не нужно, поэтому мы лучше используем левый алгоритм для того, чтобы этот перешел на место вот этого элемента. Мы его также расположим слева. Этот перешел сюда, а этот сюда. И будет здесь только два неправильных. Выполняем алгоритм. ЛВ штрих, У, РВ, У штрих, ЛВ, У, РВ штрих, У штрих. Возвращаемся к нашим центрам. Здесь два неправильных элемента, располагаем их сверху. Здесь один. Здесь должен быть зелено-красный. Он как раз слева и находится. ЛВ штрих, У, РВ, У штрих, ЛВ, У, РВ штрих, У штрих. Понятно, что последний ход можно не доделывать. Центры собраны. Покажу еще пару неочевидных случаев. Первый. Это когда осталось на последних двух центрах только два неправильных элемента. То есть пять центров собраны. А на шестом два х-центра стоят не на своих местах. Если собирать х-центры в том порядке, что я показывал, то они будут на одной стороне. То есть либо сверху, либо снизу. Не по диагонали. В таком случае один из них всегда будет одноцветный, а другой двухцветный. Зная, что на мастер-морфиксе 5х5 есть одинаковые одноцветные х-центры, мы легко решим эту ситуацию за одно применение алгоритма. Просто нужно найти еще один красный х-центр на соседней грани. К примеру, на этой. Поворачиваем эти два элемента так, чтобы они были сверху. И делаем левый алгоритм. У нас вот этот центр перейдет сюда, этот сюда, а этот сюда. В итоге все элементы встанут на свои места. Выполняем. ЛВ штрих, У, РВ, У штрих, ЛВ, У, РВ штрих, У штрих. Все собрано. Значительно реже возможна ситуация, когда эти два неправильных элемента стоят по диагонали. Такое бывает лишь в том случае, если на соседней грани центры собрались самостоятельно. И у вас не было возможности расставить вот эти в нужном порядке. Решается чуть сложнее, но опять с использованием одноцветных центров. Нам опять на помощь придет другая грань, неважно какая. И наша цель будет поставить на место одного из этих х-центров правильный элемент. К примеру, вот здесь вот есть желтый х-центр. Дальше мы могли бы найти вот на этой грани красный. Давайте сделаем с желтым. Вот этот желтый нужно будет поставить вот сюда. Тогда что у нас получится? Этот перейдет сюда, здесь все соберется. Красный перейдет сюда, разрушит вот этот. И зелено-желтый переместится вот сюда, сломает вот это место. В итоге у нас останется три элемента, которые стоят не на своих местах. А это стандартная ситуация. Из-за еще одном применения алгоритма мы все решим. Для начала ставим желтый вот сюда. Получаем, что у нас перестановка трех элементов. Вот этот красный нужно поставить на это место. Ставим в нужное положение. Теперь останется применить левый алгоритм. лв штрих, у, рв, у штрих, лв, у, рв штрих, у штрих. Все собралось. Ну и самая неприятная ситуация, которая может произойти в случае, если часть элементов собралась самостоятельно, это когда у нас два двухцветных х-центра не стоят на своих местах. То есть их нужно поменять местами. При планомерной сборке такого точно не возникнет. Но если соседний центр собрался самостоятельно, такое возможно. Подобную ситуацию стоит избегать, так как решается она не очень быстро. Здесь в первую очередь нужно поставить хотя бы один двухцветный элемент на свое место. За одну перестановку известными нам способами это сделать не получится. Поэтому будем делать их больше. Здесь можно решать по-разному, но один из способов вот такой. Для начала, используя вот этот одноцветный желтый х-центр и соседнюю грань, мы переместим один двухцветный элемент поближе к другому. Выполним левый алгоритм LV'U, RV'U', LVU, RV'U'. В итоге у нас получается, что два вот этих элемента не стоят на своих местах. Здесь третий элемент стоит неправильно. Но мы сейчас один из них поставим на свое место. Можно использовать любую соседнюю грань. Они у нас пока все собраны. Но придется нам немножко ее разрушить. Необходимо два неправильных элемента оставить с одной стороны. То есть не по диагонали, а чтобы с одной стороны центра были. Для этого мы вот этот х-центр переместим сюда. Я напомню, что трицикл, который мы делаем, он перемещает один элемент сюда, другой сюда, а вот этот смещается на это место. И это движение тоже можно использовать. Мы сейчас вот этот двухцветный куда-нибудь переставим, а этот переместится на его место. И в итоге левая сторона центра будет собрана. Выполняем вот этот сюда. LV' U RV U' LV U RV U' У нас получается один неправильный элемент здесь. Этот встал на место. И два неправильных здесь. То есть получаем тройную перестановку. Это уже известно, как решать. Еще раз применяем левый алгоритм. LV' U RV U' LV U RV U' И все собрано. Собирать можно и другим способом, но смысл такой. Более сложных ситуаций при сборке двух последних центров на мастер-марфиксе 5х5 возникнуть не должно. Если вы умеете собирать кубик 5х5 по моему методу для начинающих, то должны знать, что ребра собираются методом фрислайс. Суть которого заключается в том, что мы собираем ребро, заменяем его на какое-то несобранное, собираем следующее, при этом не восстанавливаем сдвиг центров. Свободный сдвиг. Это и есть фрислайс. Вот здесь два зелено-красных элемента. Нужно найти третий. На верхней грани его нет. На боковых тоже. Перехватываем кубик. Обязательно на 180 градусов. И ищем еще один зелено-красный. Он здесь. Вот этот элемент должен оказаться снизу. Для того, чтобы он был снизу, мы делаем движение U' F' U F. Он располагается снизу. И мы объединяем все три элемента ребра вместе. После чего заменяем их на какое-то другое. Видим здесь два сине-желтых. Значит, хорошо бы заменить на ребро сине-желтым элементом. Нам нужен элемент, который снизу. Значит, вот этот нужно опустить вниз. Чтобы правый элемент оказался снизу, мы также делаем движение U' F' U F. Элемент снизу. Эти два сверху. Объединяем. Собранное ребро заменяем на несобранное. Здесь есть бело-оранжевый элемент. Здесь тоже. Его лучше отправить вниз. Поэтому делаем то же самое. Здесь не хватает среднего элемента. На верхней грани нет. На боковых нет. Перехватываем. Находим его вот здесь. Вот этот элемент нужно переместить сюда. Это можно делать также другим алгоритмом. R U' R' Если отменить эти движения, то можем проследить, что элемент, который находился справа, теперь станет сверху. Если мы сделаем R U' R' Это важно. Если в кубике 5 на 5 мы в основном ориентировались на цвета, цвета одинаковые, либо цвета разные, то в мастер-морфиксе надо понимать, какой должен быть сверху, какой снизу. Если вдруг у нас ориентация неверная, то можно на месте сделать флип. Это такой же флип, как из кубика 4 на 4. Несколько простых движений, которые разворачивают вот это ребро. Его можно развернуть многими другими способами, но нам важно, чтобы ориентация центров не нарушилась. Движение следующее. R U R' F R' 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 Ребро развернулось. Можно теперь элементы объединить. Я вижу вот здесь два красно-белых и с левой стороны движениями L' U L, то есть зеркально, R U' R' опускаю вот это вниз. Теперь нужно найти еще один бело-красный. Смотрим здесь. Здесь нет. Переворачиваем кубик. Находим его вот здесь. Также, если собираемое ребро с правой стороны, этот элемент можно переместить сюда, с левой стороны. Он находится слева. Для того, чтобы он оказался сверху, там, где нам нужно, мы делаем L' U L. Объединяем. Сверху есть желто-оранжевые. Опускаем вниз и ищем еще одно такое же. здесь оно поблизости. И с одной грани у нас уже ребра будут собраны. Переворачиваем. Здесь осталось собрать еще два ребра. Выбираем самые простые. Но на деле можно взять какие-то сложнее. К примеру, вот три зелено-желтых. Их можно встретить и в таком виде, и в более разрозненном. Сутью дела не меняет. Мы видим, что какие-то элементы в одной ориентации, какие-то в другой. И при объединении не совпадают. Значит, мы должны разделить элементы, которые в разной ориентации, и либо этот, либо эти два развернуть. Для этого мы опять же делаем флип. R, U, R' F, R' F' R. Теперь ориентация стала одинаковой. Элементы можно объединить. Видим два бело-зеленых и еще один бело-зеленый. У нас вот эти элементы справа, можем либо перейти на эту грань, сделать R, U', R', либо не перехватывая отсюда, загнать при помощи таких движений U, F, U', F'. Можно использовать любые движения, которые не нарушают ориентацию центров. Мы видим, что сверху три ребра собраны. меняем не собранные на собранные и получаем четыре. После чего восстанавливаем центры. Первые восемь ребер собраны. Сделаем то же самое на мастер морфиксе. Для начала поищем, нет ли у нас ребер, которые собрались сами. Таких нет. Если бы были, мы бы сразу их расположили где-нибудь на верхнем слое, чтобы не разрушить. Давайте посмотрим, что можно собрать. Вот два элемента зеленого ребра. Все ребра одноцветные, состоят из трех элементов. Нет ли на этом слое недостающего? Нету. Давайте найдем его сверху. Вот он. Со средними элементами труднее всего, нужно следить за их ориентацией. Мы видим, что сверху большой элемент, снизу маленький, а значит средняя часть должна уменьшаться к низу, то есть правая часть должна быть снизу. В этом случае мы делаем U' F' U F и объединяем. Первое ребро готово. заменяем его на какое-нибудь несобранное и выбираем какое удобнее. Видим здесь два желтых элемента и здесь средний. А средний опять же более узкой стороной направлен вниз, а значит маленький должен быть тоже вниз. Делаем U' F' U F. объединяем. Здесь много одинаковых элементов, поэтому фрислайз намного проще, чем на кубике 5х5. Опять видим два красных, средняя часть, зауженная сторона снизу, значит вот это тоже вниз. Все то же самое. U' F' U F. Объединяем. Еще одно ребро. Раз, два собранных, раз, два не собранных. Так, что у нас остается? Здесь есть синий и здесь синий. Левую часть, чтобы расположить сверху, тоже делаем U' F' U F. У нас есть два элемента, нужен еще третий. Вот маленький, кстати, можно посмотреть, нет ли у нас на третьем слое маленького. Такого нет, значит тоже достаем его сверху таким же способом. собираем синие и у нас одно осталось. Видим, что здесь большой элемент и здесь такой нужен сверху. Чтобы правый был сверху, делаем R U' R' объединяем. Сверху все ребра собраны, поэтому поворачиваем на 180 градусов. Здесь не хватает маленького желтого. На боковых есть он снизу, еще снизу, а на верхнем слое нет такого. Ну, пришло время флипа. Вот этот снизу, если мы вот это ребро развернем, то как раз место маленького окажется снизу. Также можем развернуть вот это ребро, тогда просто маленький окажется сверху, и мы сюда его поставим. Без разницы как поступить, сделаем флип для для этого развернулось ребро. Собираем и заменяем. Здесь вот много красного, если у нас маленький красный где-нибудь, он снизу. заменяем так, чтобы его место оказалось снизу. В этом случае нам поможет L' U L. Если вы ошиблись, вы всегда можете сделать флип, либо отменить те движения, которые сделали. Собираем красное ребро, заменяем на несобранное. здесь ничего интересного. Так, зеленый, синий, зеленый. Давайте вот этот синий расположим снизу. U' F' U' F' хотя бы два есть. Средний, средний есть. Так, соединяем. Еще одно ребро готово. Заменяем на несобранное. Что у нас интересного? Есть нижняя зеленая часть, хорошо подойдет вот сюда. Располагаем снизу. так. Нужен маленький верхний элемент. Находим его здесь. R, U' R' объединяем и заменяем на последнее несобранное ребро на верхнем слое. так. После чего восстанавливаем центры. Просто вращаем. Если вы все делали правильно, то центры соберутся обратно. Если центры обратно не собрались, значит где-то вы ошиблись. Заменять ребра нужно аккуратно, ни в коем случае не делать это в одно движение. К примеру, хотите вы это ребро отправить наверх, нельзя сделать вот так. Тогда центры развернутся и фрислайз перестанет работать. Просто нужно делать те движения, которые я показывал. Как и в обычном кубике 5х5. Последние четыре ребра собираются немножко по-другому, но также не сложно. Четыре собранных ребра сверху, четыре собранных снизу. Рассматриваем те четыре которые по бокам. Если нет ни одного блока, то мы начинаем объединять центральные элементы с боковыми. Важно чтобы вот эти цвета были одинаковыми. Тогда вот этот элемент нужно поставить вот сюда. Для этого мы выдвинем нижний слой, сделаем флип и вернем нижний слой обратно. Ну нижний слой двойной. Получается два сине-красных уже становятся рядом. Ищем третий синий красный. Он находится здесь. Цвета разные. Можем конечно кубик перевернуть, чтобы более крупный блок был слева так удобней. Но цвета все равно разные. А значит нужно сначала развернуть. Для этого делаем флип R U R' F R' F' R' получаем стандартную ситуацию. Не хватает вот здесь элемента. Выдвигаем. Разворачиваем при помощи флипа. И возвращаем два нижних слоя обратно. Стандартная ситуация на кубике 5х5. Продолжаем. Здесь два желто-красных. Нужен еще один желто-красный. Находим его здесь. Получаем два элемента снизу. И это тоже снизу того же цвета. Нужно переставить его сюда. Выдвигаем верхний слой. Делаем флип. Возвращаем. Собралось. И остается два последних ребра. если здесь есть похожие блоки то делаем то же самое. Если есть разрозненные блоки такие что цвета не совпадают то делаем немного по-другому. Если два элемента стоят рядом но ориентированы по-разному мы располагаем третий элемент так чтобы вот этот цвет с этим совпадал после чего вот этот элемент ставим на место этого так что образуется правильный блок с небольшим перехватом делаем флип вот этого ребра и возвращаем сдвинутые слои получаем собранное ребро. Если какая-то вот такая ситуация то опять же сначала центральный элемент объединяем с каким-нибудь боковым для этого выполняем любой из предложенных ранее алгоритмов к примеру вот этот переставим сюда выдвинем два нижних слоя сделаем флип и получим предыдущие ситуации здесь блок выдвинем верхний слой здесь цвета совпадали делаем флип возвращаем все собирается в конце может остаться одно несобранное ребро к нему мы вернемся позже на мастер мальфиксе все точно так же располагаем четыре собранных сверху четыре собранных ребра снизу и собираем четыре боковых сначала ищем есть ли какие-то блоки ну видим вот здесь разрозненный блок они вроде бы одного цвета но стоят неправильно к ним нужен еще один красный элемент широкий вот этот можем развернуть вот так теперь если вот этот элемент поставить вот сюда то получится правильный блок а значит сделав флип вот этого ребра мы получим в итоге собранное ребро делаем флип R U R' F R' F' R' и возвращаем элемент одно ребро готово смотрим дальше здесь блоков нет здесь нет и здесь нет ну если нет ничего страшного давайте сделаем вот этот широкий большой элемент хорошо бы поставить вот сюда с широкой стороны зеленого среднего элемента для этого мы выдвинем два верхних слоя сделаем флип и вернем два верхних слоя на место блок получился теперь сюда нужен маленький зеленый элемент он здесь подведем его поближе нам надо его поставить вниз поэтому здесь он должен находиться сверху все удачно если бы это было не так мы бы сделали флип выдвигаем нижний слой флип делаем флип и возвращаем зеленое ребро готово ну и не очень приятная ситуация на последних двух ребрах нет ни одного блока но раз нет значит будем делать вот сюда необходим широкий элемент мы можем выдвинуть верхний слой но тогда мы сдвинем вот этот который должен находиться здесь чтобы этого не произошло сначала сделаем флип этого ребра R U R' F R' F' R теперь если мы выдвинем верхний слой то можем спокойно сделать флип здесь и вернуть верхние слои на место блок появился теперь сюда нужен маленький желтый элемент он стоит удобно выдвигаем нижние слои делаем флип возвращаем все ребра собрались можно использовать любые другие методы сборки ребер я показал на примере своего метода для начинающих для кубика 5 на 5 ну а теперь вернемся к ситуации с одним неправильным ребром который также называют паритетом в кубике 5 на 5 мы использовали алгоритм для ОЛЛ паритета из кубика 4 на 4 и ребро и ребро разворачивалось на мастерморфиксе это неправильное ребро выглядит таким образом все одного цвета на средний элемент развернут неправильно можно конечно расположить это ребро горизонтально и выполнить тот же алгоритм который я только что показал на кубике 5 на 5 но можно сделать гораздо проще длинные алгоритмы на головоломках которые меняют форму не очень удобны для более простого решения нам потребуется еще одно синее ребро его нужно расположить так чтобы средний элемент стоял точно так же как на неправильном ребре после чего выполнить обычный алгоритм мы отсюда берем к примеру нижний элемент и ставим его сюда к неправильному ребру сразу видно что здесь получается правильный блок после чего неправильное ребро разворачиваем при помощи флипа R U R' F R' F' R и отменяем первое движение оба ребра собраны точно так же вместо нижнего элемента можно заменить верхний главное что при этом движении должен собраться правильный блок после чего мы должны неправильное ребро развернуть при помощи флипа делаем переход Flipp и отменяем первое движение все собралось в итоге получается что Freak Slice на мастер морфиксе проще чем на кубике 5х5 много одинаковых элементов из-за чего пропадает необходимость в использовании сложных алгоритмов и часто ребра собираются сами 3х3 ну и в конце этап 3х3 который ничем не отличается от простого мастер морфикса 3х3 да здесь центры из 9 элементов ребра из 3х но они уже собраны и легко различимы если вы не умеете собирать мастер морфикс 3х3 то по ссылке в описании вы можете найти очень подробное обучающее видео по этой головоломке если вы умеете его собирать но движения которые я буду делать покажутся вам незнакомыми то ничего страшного вы можете собрать мастер морфикс 5х5 на этапе 3х3 любым доступным вам способом не важно где и когда вы научились собирать результат будет тот же здесь нет паритетов нет никаких сложных ситуаций я же буду собирать своим способом начинаем с синий красного центра по обычаю одно ребро не подходит по форме разворачиваем рядом синие можно сразу увидеть что по форме подойдет сюда еще одно синее не подходит разворачиваем и сюда нужно еще красное красное есть здесь так по форме не подошло развернем крест подворачиваем к центрам здесь по форме не подошло иначе поворот на 90 градусов здесь тоже дальше здесь по форме подходит по цвету нет разворот будет на 180 а здесь уже все хорошо дальше я первые два слоя соберу при помощи F2L если это будет возможно да это будет два элемента вот в этот слот первая пара готова дальше находим еще один синий красный для него нужно зеленое ребро стоит не очень удобно как нибудь поменяем вот так вот получилась пара загоняем в свой слот можно собирать по слойным методам это не важно дальше красная пара свой слот и синяя пара аналогичная давайте поинтереснее любые комбинации F2L здесь работают ну за исключением тех которые разворачивают центры дальше мы видим одно ребро стоит по форме по цвету правильно остальные будем перемещать зеленые переместим сюда это сюда это сюда для этого левая рыбка так у нас получается палка после палки по обычаю будет опять перестановка и если вы часто собираете мастер морфикс то вы знаете что перестановка будет опять левой рыбкой это сюда это сюда это сюда так желтый уголок стоит на месте три остальных будем переставлять располагаем зелено-желтую грань перед собой и выполняем стандартный алгоритм ну приходим к тому что нужно развернуть два угла делаем это пиф-пафами зелено-желтый слой слева делаем два пиф-пафа и проверяем первый второй ориентировался правильно подворачиваем следующий уголок делаем еще два один второй еще нет еще два правильно но одноцветный уголок разворачивать не пришлось но если такая ситуация возникнет вы знаете как ее решать а если нет по ссылке в описании есть обучающее видео по мастер-морфикса 3х3 мастер-морфикс 5х5 наверное самый простой в освоении большой мастер-морфикс тот же 4х4 дается куда сложнее из-за паритетов алгоритмы которыми мы переставляли x-центры на двух последних гранях можно также использовать в кубике 4х4 но это менее эффективно чем применение формул PLL из кубика 3х3 более крупные мастер-морфиксы собираются по тем же принципам сложности могут возникнуть только при сборке центров но об этом будут отдельные видео тренируйтесь и все у вас получится а на этом все всем спасибо всем пока и мастер-морфиксы по мастер-морфиксы